Для расположенной на прославленной земле авиаторов школы номер 12, которая носит имя героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова, 23 февраля особый день, один из самых значимых в году. В его преддверии сразу несколько поколений героев, защитников Отечества, их семьи, родные, матери и жены, которые обеспечивают надежный тыл, стали почетными гостями учреждения. Здесь состоялся праздничный концерт. Очень почетно, очень приятно находиться здесь, очень приятно видеть наших ветеранов, Галину Павловну, других уважаемых коллег. Здесь сегодня герои России, здесь сегодня наши участники специальной военной операции, сегодня жены и семьи находятся здесь, именно тех людей, которые в данную минуту защищают нашу Родину. Наши герои. Они отстояли Родину в годы Великой Отечественной войны, прошли горячие точки, локальные конфликты, а сегодня борются с врагом в зоне СВО. Военнослужащие, авиаторы, гордость Щелковской земли и всей страны. Ветерана Великой Отечественной войны, живую легенду, женщину-штурмана, пикирующего бомбардировщика П-2, знаменитого 125-го полка имени Росковой, Галину Павловну Брокбельцову зрительный зал приветствовал стоя. Двери образовательного учреждения всегда открыты для Галины Павловны. Она здесь частый, желанный гость, встречаясь с ребятами, проводит уроки мужества. Галина Брокбельцова в феврале отметила 99-й день рождения, и сегодня она, как и прежде, на высоте. То, что сегодня увидела, а каждый раз 23 февраля, праздник всего народа в честь защитников, лучших из нас. Я хочу сказать, лучшее, что есть в ребятах, демонстрируется. Люди, для которых Родина, Отечество, честь – не просто слова. В числе почетных гостей вечера руководство и военнослужащие испытательного центра. Герой Российской Федерации, начальник испытательного центра, заслуженный летчик-испытатель, полковник Сергей Иванович Демьяненко дал напутственное слово подрастающему поколению в этот день. Рассказал о непростой, опасной, но такой необходимой и важной работе – работе Родину защищать. Испытательная работа – это дело всей жизни. В эту работу втянуты жены, дети, бабушки, дедушки, родственники. Каждый из присутствующих, кто здесь на сцене стоит, – это все участники ни одной войны. И отнюдь не самых простых. Это и Чечня, это и Сирия, это и Украина, и слово. Не каждый день выпадает уникальная возможность увидеть воочию и пообщаться лично с героями разных поколений, с такими людьми, которые, рискуя жизнью, в разные годы защищали и продолжают защищать сегодня всех нас. Настоящий урок мужества прошел в стенах школы в этот день, а в ответ ребята и преподаватели подарили защитникам Отечества свое творчество – проникновенные патриотические песни, музыкально-театральные постановки, хореографические номера, которые не оставили равнодушным никого в зрительном зале. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.